Возведение церкви началось еще в далеком 97-м году. Правда, потом строительство заморозили ввиду отсутствия финансирования. А вновь возобновили только в 2003-м. И вот, спустя 12 лет на храме Георгия Победоносца впервые зазвонили колокола. Звонарю даряют в колокол. К храму со всей округи стекается паства. Большинство местных прихожан – металлурги и их родственники. Золотой ключ принимает городской благочинный отец Игорь Рысенко. На этом празднике он заместитель и посланник Владыки Иова. Владыка-метрополит сердечно благодарит всех, кто потрудился в этом богоугодном созидательном деле, кто хоть малую лепту внес, подобной евангельской вдове, в возведении столь величественного и прекрасного, но самое главное, столь необходимого для духовной жизни Дома Божьего. Еще до завершения строительства вокруг храма разразился скандал. Коммерсанты задумали строить торговый центр прямо напротив церкви. Хотели здесь через 70 метров строить большой магазин «Молнию». Вначале церковь согласовала, а потом Иов отозвал свою подпись. Соответственно, мы не даем разрешения строительства. Металлурги признались о таком подарке и мечтать не могли. А чиновники даже подметили в православном торжестве особый символизм. Его открывают сегодня в День Металлурга в нашем металлургическом районе города Челябинска. Это как бы символично и действительно вдвойне праздник. Конечно, хочется поздравить всех металлургов с этим замечательным праздником, потому что все мы прекрасно понимаем, что металлургия является локомотивом экономики, развития экономики в Челябинской области. И благодаря металлургам опять-таки же работают наши школы, больницы, социальная сфера, культура. Правда, к масштабным службам и стеночным бдениям храм еще не до конца подготовлен. Осталось закончить отделку и осветить новую церковь. Первая литургия в этих стенах прозвучит 22 августа.